Если уж в таком деле Роскосмос сел в лужу, то что говорить о куда более сложных космических вопросах, где Россия потихоньку теряет свой знаковый статус передовой космической державы. Об этой теме мы поговорим дальше с нашим гостем Дмитрием Хмарой, руководителем украинского космического стартапа Lunar Research Service. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Итак, Дмитрий, ну прежде всего, как ударили по российскому космическому вот этому идолу, скажем так, потому что обожание и прославление космоса и космических своих достижений в России действительно оно несоразмерно велико. Санкции вот первые были в 2014 году, первые, которые применила США, и вот последние, которые, собственно, уже тоже начали уже работать после полномасштабной войны. Ну, можно сказать, что Россия стает все гирше и гирше в космической галузе. Раньше они использовали... Дмитрий, я прошу прощения, просто мы вещаем на русском языке. Если можно вам, если удобно, перейдите, пожалуйста, на русский язык. Если вам не сложно, да. Да. Россия стала очень сложно, и это чувствуется по последним их проектам. Например, с ними отказались работать конкуренты Илона Маска, компания OneWeb. Они планировали на новой ракете Роскосмоса запустить свои спутники связи, и они отказались. И вместо этого Россия запустила, пробовала на этой ракете запустить свой спутник Космос-2555. Ну, ракета не долетела в спутник, упал на Землю. Постоянные угрозы со стороны Роскосмоса, то, что они будут что-то делать с МКС, уронят ее или еще что-то, заставили Европейское космическое агентство и НАСА действовать более активно. И буквально там на прошлой неделе они протестировали, как заменить Роскосмос и их корабль «Прогресс», который раньше занимался тем, что он восстанавливал орбиту Международной космической станции, включался, когда надо было облететь какой-то осколок на орбите. Так вот, европейский корабль «Цингус», он сделал то же самое, что делал Роскосмос. И так можно сказать, что сейчас зависимость с каждым днем в международных проектах от России уменьшается. И НАСА, и Европейский Союз очень активно над этим работают. И можно ожидать, что скоро вообще не будет нужна помощь России в таких вот общих космических проектах. Кроме того, Россия постоянно говорит, что вот если вы от нас отвернетесь, мы пойдем к Китаю. Но самое интересное, что Россия вообще Китаю тоже не нужна, потому что их международная станция, их проекты, они уже настолько перегнали Россию, что там Россия просто ничем не может помочь. И официально Китай не звал Россию ни в один свой космический проект. Ни на Луну, ни на Китайскую космическую станцию. И фактически Россия очень скоро будет в полной изоляции по международным космическим проектам. А сами они непонятно, как они смогут двигаться дальше. У них, конечно, есть большой ресурс, большой запас, своя система глобального позиционирования. Но пока что под вопросом, как оно будет развиваться дальше. Дмитрий, а вот то, что касается коммерческих стартов. Роскосмос очень много на этом зарабатывал. Но, я так понимаю, из-за санкций опять-таки вот эти вот все коммерческие старты, которые там планировались в Гвиане, например, с британскими спутниками по аналогу Старлинг, если я не ошибаюсь. То есть они вроде бы даже проплатили британцы за этот запуск. Но запуск так и не был произведен. Он был как бы закрыт в связи с известными событиями. И, соответственно, вот как дальше будут пытаться что-то развивать именно коммерческие запуски России? Ну, понятно, что сейчас никто не будет с Россией работать. И вообще, честно говоря, коммерческие запуски у России никогда не были как бы доходными. И там пуски на Международную космическую станцию каких-то туристов или запуски спутников, часто цена была демпинговая. И за счет россиян, которые платили налоги, и эти деньги миллиардами вливались в Роскосмос, фактически все большинство пусков были для России убыточны, даже если это были коммерческие. И это связано с тем, что частная космонавтика, как там ракеты Илона Маска или какие-то стартапы типа Рокетлаба предлагали честную коммерческую цену. И она была ниже, чем бюрократические такие вот цены России. И Россия, чтобы хоть как-то держаться на этом рынке, как бы спонсировала с бюджета, чтобы держать демпинговые цены. И получается, что сейчас не будет вообще никаких денежных вливаний, потому что партнеров у России не осталось по космосу. А собственные ресурсы, они сокращаются каждый день, потому что санкции бьют по экономике России, это значит, что будет меньше налогов, и значит, что меньше Роскосмос будет получать денег. Можно сказать, что с каждым днем становится все хуже. То есть фактически без западных инвестиций, без западных технологий российский космос и российское освоение космоса, космическая эта вот сфера, она вообще, ну как бы ни о чем. У них есть несколько вариантов. То есть они могут финансировать какие-то свои проекты. Они могут развиваться, вкладывать туда деньги. Технологии западные они могут получить. Они до этого воровали, там, с 2014 года, по сегодня мы там находим ихнюю технику в сбитых беспилотниках, американскую там и вообще зарубежную технику, которые Россия нелегально ввозила. И вообще россиян очень много в космической индустрии по всему миру. Там вот украинский спутник, который запускался в начале этого года, там запускал, был нидерландский launch provider, то есть интегратор. И вот менеджер, который обслуживал пуск украинского спутника, был россиянином, который работал в нидерландской компании. И вообще очень много россиян работают в международных космических компаниях. Из-за этого доступ к технологиям у россиян будет еще долго. Вопрос в том, хватит ли внутренних ресурсов, поскольку внешних у них не осталось, для того, чтобы поддерживать космос на уровне. И последние неудачные, там, буквальный месяц несколько неудачных проектов очень подкосили настроение в космической отрасли России. И еще вот поведение Рогозина, который даже не слушает своих русских экспертов. Например, он там заставил включить немецкий телескоп, который вместе они использовали, россияне и немцы. Немцы его отключили, когда началась активная фаза войны последних месяцов. Но Рогозин заставил его включить, хотя российские ученые говорили, что мы его сломаем, нельзя его использовать. Но такое вот, как бы, варварское поведение Рогозина, оно еще ухудшает моральное состояние Роскосмоса. А про ресурсы я уже вообще молчу. Их становится все меньше с каждым днем. Кстати, вот в продолжении темы, насколько Россия опасна для космоса. Все мы помним историю, когда Россия в ходе испытаний, противоспутникового оружия сбила советский аппарат «Космос-1408». Это привело к образованию большого количества фрагментов космического мусора, которые угрожали, в том числе, и разным космическим кораблям. Вот насколько Россия опасна для космоса сейчас, когда у нее нет ни технологий, и ее изолируют от международного космического сообщества? Очень тяжело предсказать поведение. Оно совсем неадекватное. И единственное, что можно сделать, как бы продумать, как можно защититься от этого. И самое главное, что наши там коллеги со всего мира, которые работают в космической области, должны как-то более аккуратно ставиться к людям, которые связаны с Россией, к проектам, которые связаны с Россией. Потому что предсказать, что будет, что они собьют, или что они собираются захватить в космосе, или как они будут вести себя с международной космической станцией, очень тяжело. И чем дальше, тем больше у них будет проблем, тем, я думаю, менее адекватными будут их действия. И очень тяжело что-то прогнозировать. И надо быть готовым к разным ситуациям. Дмитрий, да, вот вы вспомнили про Дмитрия Рогозина. Да, он не только действия его вызывает, какие-то неадекватные вообще результаты, так еще и слова, то, что он говорит. Вот он в свое время сказал, что вот если США отказываются, значит, вводят санкции против России, то пусть на вот эту станцию МКС летают на батуте. Но по факту-то получается, что вот ближе к батуту теперь оказывается вроде как Россия, поскольку ситуация складывается таким образом, что там есть Илон Маск, который, по сути, эту проблему решил теперь. И вот Россия осталась с батутом. Более того, американцы второй корабль сделали Starliner от Боинга, который может летать на МКС. То есть у европейцев есть корабль, у американцев два корабля. Вот у России остается только один корабль. И более того, большинство пусков, которые делала Россия с этим кораблем, все-таки спонсировались Америкой и международными партнерами, потому что это дорогие запуски, в районе 200 миллионов долларов один пуск стоит. И, как правило, частично оплачивались другими партнерами. А сейчас Россия просто не имеет доступа к этому всему. И каждый такой пуск, если они еще и будут делать, они все равно будут терять очень много ресурсов своих внутренних. Но тут скажу так, что очень странно, потому что вот уже когда начались вот эти активные действия, все равно там американцы разрешили русскому космонавту полететь на МКС в своей компании. Причем этот космонавт, Украина просила, чтобы не допускали, потому что он после аннексии Крыма он там проводил какие-то встречи, ездил с лекциями. И вот мы просили его, НАСА, чтобы они не пустили этого космонавта на МКС, но вот НАСА все-таки разрешило ему. Поэтому Россия будет становиться все хуже дальше. Но вот толерантность наших американских коллег и европейских по ряду проектов она чуть-чуть смущает. Вот надеюсь, что эта ситуация поменяется в будущем. Дмитрий, давайте вот теперь перенесемся к перспективам Украины, собственно, вот в космосе. Есть проект Артемида, который возглавляет Штаты, и Украина в нем участвует. Если можно детально об этом проекте, это лунный проект, насколько я понимаю, и какая роль в нем Украины? Вообще, луна – это потенциальный ресурс для ресурсов, потенциальное место, где можно брать ресурсы для развития цивилизации. На Земле их становится все меньше, тем меньше места на Земле становится. Кроме того, луна – это база для будущих исследований Солнечной системы, потому что МКС – это такой очень маленький шажок, а вот луна – это намного дальше, и можно подготовиться к миссиям на Марс и дальше. И это очень важно, принимать участие в этом, чтобы не отстать от других стран. Что может предложить Украина? У Украины есть ряд проектов, связанных с робототехникой, с возможностью добывать ресурсы, какие-то минералы на Луне, и самое главное – добывать энергию на Луне. И наши государственные предприятия, как КБ Южное и Южмаш, имеют наработки в этой области, которые не были реализованы в советское время и во время независимости. Есть большой потенциал для того, чтобы использовать эти наработки, чтобы помочь всему человечеству освоить луну. И очень хорошо, там не так много стран, чуть больше 10 стран присоединились к этой программе «Артемида». И очень хорошо, что мы там были в первой десятке, и что у нас есть проекты, что предложить. И мы можем сохранить тот потенциал, который у нас есть, и быть в числе первых, кто будет двигать человечество в направлении освоения космоса. Но есть сложности в том, что бюджет России – это миллиарды долларов, бюджет НАСА – это десятки миллиардов долларов в год, бюджет Украины – это десятки миллионов. То есть мы на 3-4 порядка меньше денег тратим на космические проекты, чем другие страны. И очень тяжело с таким финансированием быть на уровне с другими странами. У нас нету своих нормальных спутников, мы все получаем от партнеров. У нас нет своей связи, мы должны покупать. И мы все знаем, что в первые дни провайдер спутниковой связи, у которого мы покупали для военных услуг, ВИАСАД, они были взломаны российскими хакерами и оставили без связи. Хорошо, что Старолинк нам сейчас помогает. И фактически почти без финансирования у нас наши проекты имеют огромный потенциал, но непонятно, будут ли они реализованы. Понятно, что сейчас война, денег мы не найдем, но возможно, можно найти какие-то варианты государственно-частного сотрудничества, поискать инвесторов частных, а не только, чтобы государство финансировало эти проекты. Потому что перспективы огромные, не только для Украины, а для всего человечества. Да, спасибо, Дмитрий. Дмитрий Хмаров был с нами на связи, руководитель украинского космического стартапа Lunar Research Service. Спасибо вам еще раз. Всего доброго. Спасибо.